здравствуйте мы с вами на канале это он тиви вы смотрите программу мое слово закон израильское гражданство как его получить что для этого нужно казалось бы такие простые вопросы но как известно у адвокатов простых вопросов не бывает у нас в гостях известный израильский адвокат или гервис здравствуйте или добрый день в чем же собака зарыта как получить израильское гражданство наверное нет другой такой страны гражданство которое было бы настолько сложно практически невозможно получить путем натурализации с другой стороны вряд ли мы найдем другую страну гражданство которое так просто получить по первому требованию при условии что у вас есть еврейская кровь то есть вы имеете ввиду закон о возвращении совершенно верно можно немножко подробнее что это такое столько разговоров столько спекуляций на эту тему отменить не отменить его он еще действует он еще действует будет очевидно действовать достаточно долго действительно велись неоднократно разговоры о том чтобы его или изменить как обсудить чуть позднее или даже аннулировать причем аннулировать по маркетинговым соображениям дело в том что то что можно получить бесплатно обычно мало ценится Поэтому была идея закон о возвращении аннулировать, но с отсрочкой на 5 лет. Такой типичный еврейский подход. В течение 5 лет кто хочет, получает, кто не успел, ворота закрыты и только путем нейтрализации. Но поскольку Израиль является не только родиной евреев, но еще и убежищем для евреев, то очевидно разговоры об отмене закона о возвращении так и останутся разговорами. То есть он будет продолжать действовать? Совершенно верно. И он будет распространяться помимо евреев, кто такие евреи, я сейчас расскажу, также на супругов евреев, детей евреев, супругов детей евреев, внуков евреев и супругов внуков евреев. То есть закон распространяется на евреев до третьего поколения. Еврейство по галахе, по еврейскому религиозному канону, передается по женской линии. То есть человек, у которого мама еврейка является евреем, человек, у которого еврей папа, называется в кавычках евреем по папе, но формально евреем не является. Для того, чтобы иметь право на израильское гражданство, нужно иметь евреем хотя бы одного дедушку или хотя бы одну прабабушку. Но важно какую-то правильную, с правильной стороны прабабушку или прадедушку? Или не имеет значения? Это важно с точки зрения религиозных канонов. Будет человек считаться евреем или нет в Израиле или в любой другой стране, это совершенно не важно с точки зрения гражданства. С точки зрения гражданства Израиль не дискриминирует между галахическими евреями, у которых оба дедушки и обе бабушки еврейки, и людьми, у которых еврей всего один дедушка. Понятно. А каким образом осуществляется получение гражданства? Я имею в виду, если человек не находится в Израиле, а хочет получить гражданство, живя в России, на Украине, в Канаде. Гражданство, в конце концов, понятно, человек получает на территории Израиля. Получить гражданство письмом на деревню дедушки в Америку, в Канаду или в Россию, понятно, невозможно. Но какие действия нужно предпринять? Человек должен выбрать, где он будет проходить процедуру начала процесса получения гражданства. До того, как человек гражданство получает, государство должно решить, имеет ли он на это самое гражданство право. Этап первый – это подача документов. Этот этап можно проходить либо в Израиле, либо в стране проживания. И каждый из этих путей имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Где предпочтительнее? Каждый решает для себя. Начнем с основной столбовой дороги прохождения процесса через консульство в стране проживания. Основной минус этого процесса, особенно в странах постсоветского пространства, практически только в странах постсоветского пространства, это необходимость принести в консульство в конце процесса, когда ваше формальное право на получение репетериантской визы уже утверждено, загранпаспорт страны вашего нынешнего гражданства с печатью для выезда на ПМЖ. Эта печать получается в АВИРе, УФМС, соответствующих органах страны проживания. И каждая из стран относится к этому по-разному. Например, если Россия относится ко второму гражданству, правильно сказать, сквозь пальцы, то есть России, так же как и Израилю, совершенно неважно, есть ли у человека второе гражданство, он для России остается гражданином только России, так же как для Израиля, будет только гражданином Израиля. И получая вот эту самую визу на ПМЖ, человек не теряет никакого статуса, не теряет прописку, никто к нему не отправляет маски-шоу для проверки его налоговых дел, из опыта множества моих клиентов. То в Беларуси и в Украине ситуация диаметрально противоположная. То есть там не признается двойное гражданство? В Беларуси, если человек получает вот эту самую печать о выезде на ПМЖ, он должен отказаться от белорусского гражданства со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Украине от второго гражданства, от украинского, первого вернее, отказываться не нужно, но нужно потерять прописку и полностью закрыть все свои дела с налоговым управлением. Что понятно для людей сегодня, которые занимаются бизнесом, живут в самолете, ведут бизнесы в самых разных странах, вот это отрубание хвостов в стране исхода очень проблематично. Ну да, то есть это неприятно. Так какой второй путь? Второй путь это прохождение вот этой первой части процесса в Израиле через МВД. Минус этой процедуры необходимость нахождения в Израиле все время рассмотрения процесса до того, как государство примет решение, имеете вы право на гражданство или нет. И это происходит, если можно так выразиться, с отрывом от производства. То есть если процесс в консульстве может длиться, любое время вас попросят донести какие-то документы, и все это время вы будете жить своим чередом и работать так, как вы работали до, то если вы проходите процесс в Израиле, и вам нужно нести какие-то документы, то понятно, это все затянет процесс получения гражданства, а вы уже из страны исхода как бы уехали. Какая средняя продолжительность вот этого процесса, это может быть месяц, два, год, сколько? Понятно, что счет идет на месяц, и количество этих месяцев зависит от очень большого количества факторов, от плотности доказательной базы, от того, как правильно подготовлены документы, и от много чего другого. Вот, кстати, по поводу документов. Я неоднократно слышал, что очень с большим недоверием относятся к документам, что называется, свежим, то есть восстановленным или полученным взамен утерянных, или каких-то вот... В общем, документы свежие, к ним относятся с недоверием. Так ли это? Ну, на самом деле, было бы удивительно, если бы это было наоборот. Если человек приносит стопку документов, сделанных за день до подачи документов в консульство, при отсутствии какого бы то ни было старого документа, то это не может не вызвать сомнений у консульства. То есть возникает вопрос, на какой станции метро он их купил, да? Мне тяжело оценить, как конкретно консулы прокручивают этот вопрос, но, наверное, да, примерно об этом идет речь. Тут нужно различать документы свежие, документы восстановленные. Если документ был восстановлен в советское время, то ему доверие будет практически столько же, сколько оригинальному документу. И документы, сделанные на основании судебных решений. Это совершенно отдельная песня. По советским законам, которые были унаследованы, очевидно, Россией, Украиной и многими другими странами, люди имеют право выбрать себе национальность. И поэтому люди, у которых есть желание, но нет документов, а может быть нет и прав на получение израильского гражданства, нет еврейских корней, приходят в суд, иногда с какими-то свидетелями, которые рассказывают, что они слышали, как бабушка-проситель разговаривала наидыш, иногда без этого, и получают судебное решение о том, что данный человек, Иван Иванов, является евреем. И с этим документом приходят в консульство. Как вы прекрасно понимаете, такие судебные решения, это как красная тряпка для быка. И даже если человек на самом деле имеет какие-то еврейские корни, и мог бы отправить специалиста, искать доказательства в архивах, то предъявив такие, с позволения сказать документы, такое судебное решение, он просто превращает себя автоматически в личный проект консула, человек, которому доверие ноль, и которого в Израиль пускать нельзя. То есть это как бы изначально тупиковый путь, и ни в коем случае не следует по этому пути идти. Если у вас есть большое количество оригинальных документов, то это судебное решение вам не нужно. Если у вас таких документов нету, и все, что у вас есть, это такое судебное решение, то да, это безусловно тупиковая ветвь. То есть оно ничем не поможет? Оно не только не поможет, оно очевидно хорошо помешает. А какие бывают еще сложные случаи? Ну понятно, с такими документами все ясно. То есть тут смешно просто считать, что их примут. А вариант, ну действительно, пропали у человека документы. Сложности связаны не только и не столько с документальной базой. Закон о возвращении говорит, что право на получение израильского гражданства имеют, как я уже сказал, евреи, дети евреев, внуки евреев и супруги. Каждый из этих категорий лиц. Но есть определенные ограничения. Проблемы могут быть у людей с уголовным прошлым, у людей в случае усыновления, у вдов евреев. Но об этом очевидно уже в следующий раз. Понятно, интересно. Спасибо. Мы были с вами на канале Итон Ти Ви. Вы смотрели программу «Мое слово. Закон». Спасибо адвокату Эли Гервицу. Продолжим на следующей неделе. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.